Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алийник. Книга Бытие, 9 глава. Стихи с 12 по 16. «И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставляю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знаменем завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке. «И я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти. И не будет более вода потопом на истреблении всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живой во всякой плоти, которая на земле». Вот это отрывок Священного Писания, и вот какой вопрос задается. Хотелось бы знать, почему знамением ноево завета Бог поставил радугу. Попытаемся ответить на этот вопрос, задав в свою очередь следующий. Когда бывает радуга? При каких условиях она появляется? Необходимо два условия. Нужны капли воды. Нужны капли воды, именно капли. То есть рассеянная вода, вода в пространстве, вода в атмосфере, вода в воздухе. Как правило, это капли дождя, когда из облаков падает влага, и вот эти вот капли дождя, иногда это бывает при тумане, когда мелкие капли влаги зависают в воздухе и вот постепенно, скажем так, опускаются на землю и так далее. Но чаще всего радугу видно тогда, когда идет дождь, это первое условие, когда капли воды в атмосфере, и второй источник света. Чаще всего, как правило, речь идет о солнце. То есть для того, чтобы радуга существовала, чтобы свет солнечный в данном случае преломлялся сквозь эти капли воды, которые служат призмами, расщепляющими этот свет, видимый спектр света, на семь оттенков, на семь переходящих друг в друга цветов радуги, вот тогда это явление имеет место. Коль скоро для радуги нужны капли воды и источник света, как правило, солнце, давайте посмотрим, что было на земле в самом начале в этом отношении. Книга Бытие, 2 глава, стихи с 4 по 6. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Этот отрывок рассказывает о некоторых дополнительных деталях, которые имели место в то время, когда Бог создавал землю и небо. Даны дополнительные детали о кустарниках, о траве полевой, и в том числе даны дополнительные данные о том, каким образом все орошалось. Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал лицо всей земли. Вот это рассказ о том, каким образом происходил процесс орошения. Не было дождя. И фактически в следующий раз мы встречаемся со словом «дождь» только в контексте потопа. Мы читаем об этом в книге «Бытие» в седьмой главе. Но прежде давайте вспомним один отрывок из апостольских писаний. Это книга «Послание к евреям», 11 глава, 7 стих. «Евреям» 11 глава, 7 стих. «Верой уной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, и ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Вот эта фраза о том, что Ной поверил в то, чего еще не было видимо, она для нашего исследования очень значима. Должно было произойти то, чего раньше не было на земле, что не было в опыте землян, в частности, в опыте Ноя. Тем не менее, получив это откровение, получив эту информацию, Ноя в нее поверил и начал, соответственно, действовать. Какое же откровение он получил? Что сообщает Священное Писание? Книга «Бытие», 6 глава, 17 стих. «Бытие», 6 глава, стих 17 говорит. «И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами, все, что есть на земле, лишится жизни». Всевышний рассказывает о том, чего еще не было, видимо, чего раньше никогда не было. Потоп водный, чтобы истребить всякую плоть. Но о том, откуда воды возьмутся, здесь вот в этом разговоре Всевышнего Осноя не сказано. Где взять столько воды, чтобы затопить землю? Об этом рассказывается далее в 7 главе, 4 стихе. Книга «Бытие», 7 глава, 4 стих. «Ибо через семь дней, – говорит Бог, – я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Вот здесь появляется слово «дождь» во второй раз в библейском повествовании. То есть изначально рассказывается о том, что дождя не было. Библия говорит о том, что Ной поверил в то, что еще не было видимо. Это означает, что он никогда в жизни не видел дождя. То есть то, что рассказывается во второй главе книги «Бытие», оно продолжалось так до времен Ноя. Земля орошалась не дождем, а испарением. И поэтому, когда Ной услышал об этом, услышал о дожде, для Него было шагом веры принять то, что он никогда не видел. Этот феномен, это явление в природе, он раньше никогда не встречал. Соответственно, первый дождь пошел во время потопа. А теперь, когда уже земляне познакомились с таким явлением, как дождь, когда закончился потоп, когда дождь станет обыденным явлением, тогда будет появляться и радуга. То есть радуги до потопа не было потому, что не было условий, которые требуются для того, чтобы радуга появилась. Не было капель дождя во свете солнца, которые и образуют это явление, радугу. После потопа это стало постоянным явлением. И потому задается вопрос, а зачем нужен был вот такой знак Завета? Дело в том, что первый дождь на земле был смертоносным. Он погубил все живое, кроме того, что было в Ковчеге. И, соответственно, можно представить, очень живо представить, что было, когда Ной и его сыновья, его жена, его невестки снова увидели дождь. Вот в первый раз после того, как вышли из Ковчега. Можно представить себе те ассоциации, которые у них появлялись в контексте того смертоносного явления, которое имело место в контексте дождя перед потопом и во время потопа. То есть дождь, безусловно, должен был наводить ужас. А радуга была заверением, что дождь более не погубит всех. Вот это ответ на вопрос о том, почему знаменем Завета и обещание Божье о том, что никогда более земля не будет погублена водами потопа, почему этим знаменем Завета была избрана именно радуга? Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russiancenters.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok